День с толком На мир наступает Черная пятница, о чем стоит задуматься, чтобы не покупать лишнего. Футбол для социализации. В Барнауле запускают новый спортивный проект для детей с синдромом Дауна. Алтайские эпидемиологи поддержали решение правительства России о том, что сертификат переболевшего ковидом будет действовать год. Напомним, ранее этот срок составлял полгода. Это решение принимали в июне во время предыдущего пика заболеваемости. На совещании Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по данным мониторинга, сейчас в России доля переболевших коронавирусом повторно не превышает 1%. Российские специалисты склоняются к тому, что переболевшие могут считать себя условно защищенными год. При этом эпидемиолог Алтайского медуниверситета Татьяна Софьянова подчеркнула, что формирование антител очень индивидуально. У кого-то они пропадают спустя 3 месяца, у кого-то их много и через год. Бюджет края в сфере здравоохранения на 2022 год вырастет на 2,5 миллиарда рублей. И в следующем году на нужды медицины будет выделено порядка 53 миллиардов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Также он рассказал, что несмотря на высокие показатели в сравнении с другими регионами, в целом уровень заболеваемости коронавирусом на Алтае замедлился. И сейчас можно говорить, что регион вышел на плата. В дальнейшем, по прогнозу Попова, количество заболевших будет снижаться. Тем не менее, он выступает за обязательность вакцинации, пусть и не для всех. Обходимо добиться и побудить человека принять правильное решение в виде вакцинации. И сделать безусловной, обязательную вакцинацию по отдельных профессий, которые, я еще раз повторюсь, являются угрозой для других. Как врач, например, который приходит и оказывает помощь в отделении больным с инсультом, с инфарктом, может быть источником инфекции. Подростков Алтайского края скоро тоже будут вакцинировать от коронавируса. В России зарегистрировали молодежную вакцину. Также от научного центра Гамалеи, как и спутник Ви, только называется спутник М. Препарат предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация будет проходить также в два этапа, как и спутником Ви. Однако, дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых. Планируется, что в свободном доступе вакцина будет уже к Новому году. Прививки будут ставить в согласие родителей или согласие самого ребенка, если ему уже есть 15 лет. Кстати, накануне Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины для детей от двух лет. Транспортный коллапс, страшный гололед и мощнейший снегопад. Это утро Барнау встретил в пробках и заносах. По данным синоптиков, минувшей ночью выпала почти половина от месячной нормы осадков. Это спровоцировало транспортные коллапсы в городе и ДТП на трассах. Ночью в Барнаульской дороге расчищалась снегоуборочная техника свыше 100 единиц. Дорожники вывезли из города около 3000 кубометров снега. Планируем усилить дорожную технику именно тяжелой техникой. Гридерами, фронтальными погрузчиками, чтобы дойти до второстепенных магистралей. Большое внимание у нас уделяется пригородным маршрутам общественного транспорта. На всех участках у нас задействована тяжелая техника. По словам руководителя Автодорстроя, чтобы расчистить все тротуары и убрать снег с основных магистралей, понадобится как минимум три дня. Расчистить город планируют к выходным. Почти сутки в край идет снегопад. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что такая погода не изменится и завтра. Сотрудники ГИБДД советуют водителям по возможности не покидать пределов Барнаула. А дорожные службы края сутками работают на очистке автодорог. Подробности далее. Трасса открыта, да. Езжайте только аккуратнее. Видимость ограничена. Ждет снег. В этой диспетчерской ситуации на федеральных дорогах региона знают все. На больших экранах специалисты у Продор-Алтай следят за метеообстановкой. Исходя из нее, направляют технику на самые сложные участки. По необходимости добавляют. Здесь же контролируют дорожное покрытие. Осуществляем контроль дорожного покрытия по нашим камерам, которые установлены на участках наших дорог. В реальном времени ситуацию на монитор передают 98 видеокамер и 46 метеостанций. По их данным, ситуация к вечеру улучшится на Чуйском тракте от Тальменки до Троицкого. Напротив, сильный снегопад прогнозируют ночью на маршруте Бийск-Горно-Алтайск. К слову, весь сегодняшний день неблагоприятная обстановка была на федеральной трассе А321. Поэтому дорожники работают в усиленном режиме. Вывели порядка 8 единиц только КДМ, плюс у нас 3 трактора с отвалами, со щетками и 2 погрузчика больших работают. Также дополнительно привлечены два автогрейдера на сегодняшний день. Чтобы обеспечить проезд, дорожники работают сутками. После того, как снег уберут, нужно успеть обработать покрытие противогололюдными материалами до похолодания. Сложновато, конечно, сейчас работать в такую погоду. Вод теперь было бы маленько морозик, получше бы было. Сейчас все прикатывается, приходится посыпать. В таком же режиме дорожники продолжат работать и завтра, ведь обстановка все еще будет сложной. Несмотря на все проводимые работы, они просят водителей соблюдать осторожность и не мешать работе техники. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. До конца декабря в Алтайском крае должно ожить транспортное сообщение между муниципалитетами. В районы доставят почти 200 новых автобусов, которые свяжут между собой несколько сотен деревень и сел. О том, что стало причиной принятия такого решения и как будут организованы перевозки в нашем сюжете. Проблемы с автобусами в муниципалитетах – одна из острых тем для жителей региона. Накануне прямой линии эту больную тему поднимали жители Заринского, Рубцовского и Первомайского районов. Люди писали, в муниципалитетах практически нет регулярного транспортного сообщения между селами, а состояние имеющихся автобусов оставляет желать лучшего. Транспортная проблема стала одной из тем обсуждения во время прямой линии главы региона. Пошли. Мы на то, что специально статью в бюджете краевом запланировали. В этом году 500 миллионов рублей выделили на эти цели. Почти 200 единиц, 193 единицы пассажирского автотранспорта приобрели. И сегодня транспорт уже начал свой путь в районы. Населенные пункты будут связывать современные автобусы отечественных марок ГАЗ и ПАЗ. Транспортную сеть обновят в 56 муниципальных образованиях. Перевозки будут регулярные. Нет необходимости, допустим, их обеспечивать в режиме круглого часа. Есть необходимость привязываться к каким-то дням, как удобно для людей. То есть маршрутная сеть, которая появится, она нам понятна. Количество сел, которое соединится, порядка 500 мы оцениваем. Также обновление автопарка позволит бороться с еще одной проблемой. По мнению представителей общественной палаты, из-за отсутствия муниципального автопарка в районах развилась сеть нелегальных перевозчиков. Но часто их автобусы не соответствуют стандартам качества. В районах существуют нелегальные перевозчики, такие как Боблокар. Они дорогостоящие, да, и техника изношена. Большое количество транспортных средств, она уже изношена. То есть срок эксплуатации уже вышел. Сейчас это обновится техника, и будут комфортабельные автобусы. Осуществлять перевозку населения. К концу декабря все 193 автобуса доставят в районы края. А это значит, что тысячи жителей региона смогут быстро и комфортно добираться не только в райцентры, но и передвигаться между селами и деревнями. Артем Гусельников. День с толком. В Барнауле могут убить сразу нескольких собак. Речь идет о четвероногих, которые сейчас живут на парковке. За собаками ухаживают пенсионеры. Одна из женщин даже взяла кредит, чтобы построить вольер для животных. Она же договорилась с хозяином комплекса, чтобы приютить животных на парковке. Об этой истории мы рассказывали на прошлой неделе. Беда в том, что сейчас владелец комплекса просит убрать собак с территории. К слову, ничего криминального питомцы не сделали, но владелец есть владелец. Недавно пенсионерам дали отсрочку, но пристроить семь собак оказалось не так-то просто. Как говорят женщины, в приют животных не берут. Просто так распустить социализированных собак на улицу преступления, так как они не приспособлены к самостоятельной жизни и запросто могут стать жертвами человеческой жестокости. Четвероногие банально могут попасть под колеса. Сейчас пенсионеры в отчаянии и просят барнаутцев и жителей края помочь. Может быть, кому-то в дом нужен охранник или просто добрый друг. Помогите, пожалуйста. Помогите найти место пристроить этих собак. Может быть, найдутся руководители добрые, организации, предприятия. Может быть, частные лица. Ну, каждый пусть возьмет по собачке. И ну, сейчас зима, ну, куда их устраивать? Всех, кто может помочь в этой непростой ситуации, просьба обращаться по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Завтра весь мир накроет Черная Пятница. Традиционно с этого дня начинается сезон рождественских распродаж. Крупные торговые сети Барнаула уже накануне начали заманивать покупателей скидками. Однако мы не всегда пользуемся товарами, которые купили в безумном порыве. То же самое касается одежды и обуви. Куда потом можно сдать то, что вы купили, не подумав, чтобы вещи не оказались в мусорке, знает Ирина Корчагина. Черная Пятница – это просто праздник вообще избыточного потребления. Во многом это так и есть. В порыве страсти мы зачастую покупаем вещи, которые потом пылятся или становятся мусором. Екатерина – координатор движения мусора больше нет. И она как раз учит правильно сортировать отходы. Пластиковые бутылки, стекло, металл, макулатура, сломанная бытовая техника, картриджи от фильтров – что-то из этого потом может обрести вторую жизнь. Стать наполнителем для подушек, матрасов, новой пластиковой бутылкой. Вот такие штуки производятся в основном из газеты. Кстати, на акциях мы их тоже собираем, потому что, по сути, их также можно переработать. Приносить на акцию по сбору мусора можно и старую одежду в плохом состоянии. Это тоже идет на переработку. Кстати, в организации принимают и хорошие вещи, которые потом отдают в благотворительные фонды. Еще один вариант осознанного потребления – прийти на фримаркет. Такую акцию «Мусора больше нет» проводят раз в несколько месяцев. Вы можете принести неизношенную одежду, обувь, сумки, игрушки, книги, небольшие детали интерьера и что-то взять взамен. Вещь должна быть такая, например, чтобы вам не жалко было ее подарить подруге или отдать кому-то из родственников. Единственный момент, мы всегда делаем акцент на то, что это как раз мероприятие на сокращение потребления, а не на то, чтобы оттуда выносили все баулами. Ну, то есть у нас, скажу честно, есть категория таких участников. Большинство людей, они адекватны. То есть они приносят свои вещи в хорошем состоянии и забирают то, что им понравилось. В соцсетях «Мусора больше нет» можно уточнить, что волонтеры не принимают и почему нужно предварительно мыть пластиковые бутылки. Следующая акция по сбору «Мусора» пройдет в субботу, 27 ноября. У нас будет акция по раздельному сбору. Стационарная точка будет на ДК «Трансмаш» с 12 до 15 часов. А также по городу будут работать четыре маршрута мобильного раздельного сбора. Полностью можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте, в Инстаграме время и координатор. Кто конкретно будет на маршруте. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Научиться фотоискусству самим, чтобы не просить внуков. Этому и не только учат пожилых людей в Бурленьском районе. Местный социальный центр буквально меняет жизнь пожилых людей. И для всех планов учреждений уже мало своих помещений. Артем Гусельников продолжит. Пришла за общением, а нашла настоящих друзей. Солидный возраст, как выяснилось, не повод замыкаться в себе. Лидия Шмыга в этом убедилась. Пять лет, как на работу, она с подружками ходит в комплексный центр Бурлы. На природу выезжаем мы в посадку, на велосипедах. Даже у нас творческие есть такие, которые стихи у нас хорошо читают. Поют, даже танцы у нас. Костюмы шили себе для всяких праздников проведения. Нас приглашают, нашу группу приглашают в РДК. Мы там на сцене даже выступаем. Уроки вязания, создания цветов занимаются не только душой, но и телом. Спортивный зал находится здесь же. Из актуальных занятий – клуб путешественников, когда бабушки осваивают фотоаппарат. Например, фотосессия на фоне Бурлинского озера. Чем не развлечение? И внукам будет что показать. Уже 20 лет работники комплексного центра помогают пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным семьям. И попасть сюда может каждый. Социальная защита рассчитывает доходы этого клиента. И по прожиточному минимуму там просчитывается, будет он платно у нас ходить, либо бесплатно. Вот также в надомном у нас обслуживании бабушки есть, кто пенсионеры нам платят, а кто не платит. Кстати, желающих заниматься творчеством, спортом и тех, кому нужна поддержка и защита, уже так много, что работники хотят расширять площадь. Центр выигрывает гранты, но новые тренажеры просто некуда разместить. Вместе с воспитанниками они просят власти помочь найти помещение под все свои занятия. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле собирают детскую футбольную команду для девочек и мальчиков с синдромом Дауна. В Краевой столице запускают новый спортивный проект – адаптивная физкультура с элементами футбола. Войти в команду может любой желающий совершенно бесплатно. Вдобавок ко всему, ребенку предоставят и форму. Тренировки будут проходить на базе школы Алексея Смертина. Все финансовые затраты на занятия, экипировку и даже выездные турниры возьмут на себя организаторы проекта, спонсоры и правительство края. Проект создан для того, чтобы дети с синдромом Дауна вели полноценную спортивную жизнь, социализировались и нашли новых друзей. Стоит отметить, что в России уже созданы 15 таких команд. Мы именно набираем ребятишек именно с синдромом Дауна. Почему именно так? Потому что нам хочется развиваться, нам хочется идти вперед. Есть три мероприятия, которые проходят в год, где ребятишки собираются и соревнуются между собой именно с синдромом. Поэтому нам бы хотелось тоже ребят возить на такие соревнования. Восемь спортсменов, восемь медалей. Алтайские кикбоксеры успешно выступили на юниорском первенстве Европы в Черногории. Насколько тяжелыми были бои, кому пришлось выступать не в своей весовой категории, и сколько раз благодаря нашим спортсменам играл гимн России, об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Вот они, наши герои. Восемь алтайских кикбоксеров, которые вошли в состав сборной России и боролись за звание сильнейших на первенстве Европы в Черногории. Клуб «Стик» – боец и удар. Буквально поставщики чемпионов. Кикбоксеры выступали в дисциплинах фулл контакт. Это когда нет ограничений на удары руками и ногами. Фулл контакт с лоу-кик, где можно бить ногами по бедру. И К1 – разрешены удары коленями. Это самый жесткий раздел кикбоксинга. И, как выяснилось, наши спортсмены в этом не промах. Восемь человек у нас выезжало с Алтайского края, и восемь медалей мы привезли. Для нас это большая гордость. Четыре золотых медали, две серебряных, две бронзовых. Тем не менее, признают, первенство было тяжелым. Взять ситуацию с нашей спортсменкой Дарьей Антиповой. В ее весовой категории 40 килограмм. В разделе фулл контакт не оказалось соперниц. И Дашу перевели в раздел К1. И весовая тяжелее 44 килограмма. Но она все равно одержала уверенную победу. Хотя Даша в К1 ни разу не выступала. Самое главное – нужно было настроиться морально. Это получилось, было сложно, но все получилось. На сборах я старалась переключиться, поотрабатывать удары коленями, лоу-кики, щиты. Получалось, конечно, не очень, но все же. Действительно, очень конкурентоспособны получились спортсмены из других стран. Не совсем мы, конечно, этого ожидали. Но у фулл контакта есть, конечно, небольшое преимущество перед все-таки другими разделами, что здесь массово доминирует Россия. У каждого нашего кикбоксера были сложнейшие поединки. Но в итоге победы над соперниками из Бельгии, Украины, Турции и Польши. Сборная России с большим отрывом завоевала первое общекомандное место. В Черногории наш гимн играл 68 раз. Спортсмены шутят, что его выучила вся Европа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.